Всем привет Пока я в рыван Многим понравилось видео На русском языке Вот сейчас Терпите Эта книга Ты меня ластила Вернись, любовь Я сама ее не читала Я люблю Как-то больше детектива Или классику Отрывок сейчас я вам прочитаю Лена В роте книги Изабелла и Амадео Ди Сан Григорио счастливы Они молоды, красивы И у них есть все Маленький сын, любимая работа Богатство и известность Но в односчастье все меняется Преступники похищают Амадео И вскоре убивают его А затем начинают угрожать Вдове и ее сыну Сумеет ли Изабелла противостоять Неумолимому року? Судя по описанию Это возможно и есть детектив Давайте прочитаем Где-нибудь сертины Начало клавы Буду клавать четырнадцать Завернувшись в голубой Пархатный халат С большим отложенным воротником Изабелла сонно Попрела в прихожу Было еще очень рано Зимнее солнце бросало Мерцающие блики На небоскропы Нью-Йорка Она постояла Минутку у окна в гостиной Думая о городе Лежащем у ее ног Он притягивал удачливых Динамичных Тем, кому судьбой Уготовано побеждать Город для людей Вроде Наташи Ей приходилось признаться Что и для таких, как она сама Но он не был ее городом В нем не хватало Дикотенства Смеха И простого очарования Рима Хотя в нем Было кое-что другого Кое-что другое Он сверкал ярко Как река из бриллиантов И глядя на него И казалось, что он манит ее Изабелла тихо прошла на кухню Открыла буфет И нашла то Что Наташа называла кофе Дома она не подала бы такое Но когда она приготовила его Вкус оказался пикантным и знакомым Напоминая ей Об их совместной жизни 12 лет назад Запахи всегда вызывали в ней воспоминания Слабый аромат Легкий запах И она могла представить То, что видела давным-давно Комнату подругу Давно забытого мужчину Сейчас было не время мечтать Она взглянула на кухонные часы И поняла Что ее день начался Половина седьмого утра Значит в Риме сейчас Время ланча Если повезет Она застанет Бернарда В его кабинете Жидающегося От навалившегося На его плечи груза Она взяла чашку с кофе В свой милый маленький кабинет И улыбнулась про себя Включая свет Наташа Милая Наташа Как она добра Сколько она сделала Но нежность в ее глазах Быстро показала Когда она приготовилась К предстоящему деловому разговору Пока телефонистка Названивалась Виталию И забыла Растегнула Один из битком набитых портфелей Вытащила толстый блокнот И две яркие ручки У нее оказалось Достаточно времени Чтобы сесть И сделать еще глоток кофе Прежде чем секретарь Сан-Григория Ответила на звонок Телефонистка попросила Позвать Бернарда А Изабелла начала Нервно постукивать Пальцами ног По мягкому ковру Из осторожности Она молчала Чтобы девушка В Сан-Григорию Не могла понять Кто звонит Она успела Сделать одну Торопливую пометку Когда Бернарда Взял трубку Да Привет Молодец Это я Молодец Грубый перевод Хороший парень Терпеливый человек А то обращение Подходило ему Больше чем кому-либо Все прошло хорошо Идеально Как ты себя чувствуешь? Устала немного Полагая все еще Все еще Слегка в шоке Думаю Я не осознавала Что все это значит Пока не добралась сюда Тебе просто повезло Что я была Слишком уставшей Чтобы сесть На следующий самолет Летящий домой Она почувствовала Как ее охватила Волна доски По дому И внезапно Захотелось Продвинуть другую Дотронуться до него Тебе повезло Я задал бы тебе Хорошую трепку И примыком Отправил обратно И вакула Звучал мрачно Забыла Засмеялась От тебя Вполне Можно ожидать Такое Во всяком случае Теперь уже Ничего не изменишь Мы сами Придумали Это безумие И нам остается Только постараться Сделать все возможное Пока я нахожусь здесь Теперь расскажи мне О наших делах Я только что Послала тебе Вырезку Известника Все идет по плану Газеты сообщают Ты находишься Сейчас в резиденции В роскошной квартире Наверху нашего особняка А как все остальные Мама Тереза Сначала отнеслась К этому очень плохо Но думаю Теперь она все поняла Она считает Что тебе следовало Бы взять ее с собой Но кажется Она смирилась Как малыш Малыш Она и Амадео Уже два года Не называли его так В восторге Совершенно счастлив Несмотря на то Что мы не попали В Африку Они оба засмеялись И Забелла порадовалась Что несколько лет назад Они установили Специальную линию связи И ее пользовались Только Забелла Амадео Бернарда А теперь она гарантировала Им свободу общения Она не имела Добавочных точек Их не могли Подслушивать это в доме Теперь давай Рассказывай Что там происходит Телефонные звонки И сообщения Новый заказ Проблемы Возникшие в последний момент С летней коллекции Ее скоро Надо представлять Изабелла исчезла В ужасно неподходящее время Ничего из радовон Выходящего Не произошло И исключением Красной ткани Которую ты заказала В Гонконге Что случилось У нее напряглись Пальцы ног Которыми она играла С телефонным шнуром Звивавшимся по полу Под столом На прошлой неделе Они сказали Что проблем не будет Тебя толкали Они не могут ее поставить Что? Ее голос разнесся По всей квартире Если бы она Предусмотрительно Не закрыла дверь Скажи этим ублюдкам Что они не могут Так поступить Я больше никогда не буду Делать им заказы О господи Нет, не беспокойся Я позвоню им сама Черт возьми Это невозможно У нас разница в 13 часов Я позвоню им через 12 часов Я созвоню с ними Сегодня вечером Лучше тебе проработать Альтернативные варианты Не можем ли мы Использовать что-нибудь Из имеющегося здесь В Риме Ничего А если А что если вместе Использовать Пурпурную ткань Оставшуюся от прошлого Сезона А что сработает Мне надо поговорить С Каприеллой Пока не знаю Нужно подумать Подойдет ли она К остальной коллекции Изабелла уже поняла Что вся коллекция Приобретает Совсем иной вид Она хотела В этом году Создать летнюю коллекцию Из основных Цветов спектра Яркие Сияющие Синие Солнечные Желтые Конконг Красные И много белого Если они используют Пурпурную ткань Ей потребуются Зеленые Оранжевые Возможно Желтые И совсем немного Красные ткани Это меняет Сукаму Сказала она Да Но это можно сделать И хотелось Крикнуть ему Да Но не отсюда Мне бы хотелось Знать Как ты можешь Говорить Что ничего Особенного Не произошло Отсутствие Красной Гонконг Скай ткани Это катастрова Почему бы тебе Не заменить ее Чем-нибудь из штатов У них нет Ничего из того Что я хочу Не беспокойся Я потом обдумаю это Есть еще Пикантные новости Для меня Только одна Нам не поставят Бледно-зеленую Уже прислали Нет Это хорошая Известня Для разнообразия Но несмотря на Сарказм Ее голос и лицо Изабелла Ошевилась Она не знала Как ей удастся Как она сумеет Подобрать замену Основной ткани И изменить цвета За столь короткое время Она ходилась Так далеко Говоря с ним Она как повернулась В Сан-Григорию Не важно Где она У нее оставалось Ее дело Если понадобится Сдвинуть горы Она сделает это Так Какие же хорошие новости Компания ФБ Закупила море Духов Достаточно Для размещения Шестого военно-морского флота Прекрасно Не возбуждайся Бернардо снова Стал похожим На того Каким был прежде Уставший Сердитый Встревоженный Не буду Меня дошнит От этих ублюдков Их предложение Выкупить нас Не доведай мне За этой чепухой Пока я здесь Не буду Что ты хочешь Чтобы я сказал Габриэле И главный модельер Заработает язву Когда услышит Эту новость Изменения Как мы можем Сейчас вносить Изменения Передай Чтобы она Все приостановила Пока я не перезвоню Когда это будет В сентябре дорогой Я в отпуске Помнишь Черт возьми Как ты думаешь Когда Я же сказала Что позвоню В Гонкон Сегодня вечером А днем Поработаю Проработаю Другие варианты Я помню Каждый цвет Каждый рулон Ткани Умеющийся у нас На складе И Бернарда Прекрасно знал Что это действительно Так Полагаю Это повлияет И на готовую одежду Не очень Но достаточно Его язва Привычно Напоминает Эмо себе Ладно Ладно Я попрошу Ее Попридержать коллекцию Но ради бога Перезвони мне Прежнее напряжение Но возникло Между ними Как ни странно Оно оказалось Знакомым И даже приятным А позвоню У тебя После того Как переговорю С Гонконгом Около часа ночи Она произнесла Это как само собой Разумеющееся Уже делая Массу Небольших Но четких Пометок Как там Моя почта Ничего особенного Хорошо Секретаря Матео Отвечала На всю корреспонденцию На имя И забыла С верхнего этажа О том о мод Поговорим вечером Позвони Если что-то Произойдет В течение дня На своем Конце Неллинии Бернарда Знал Что не станет Этого делать Все подождет До ночи Он типа Есть чем заняться Конечно я займусь Он достаточно Хорошо знал ее И догадывался Что она успела Исписать пару Листов в блокноте Пока Они положили Телефонные трубки Так Как будто сидели В своих кабинетах В противоположных Концах одного этажа Изабелла Вырвала из блокнота Свои наброски И разложила их Перед собой У нее было Ровно 12 часов Чтобы заменить Красную Конконгскую ткань На этом все Всем спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok